Вопрос от Дипики. Садгуру, на одном из даршинов вы говорили, что мы должны относиться ко всем так же, как мы относимся к вам. Садгуру, вы воплощение сострадания, но у меня дома есть одно несносное существо, и мне трудно видеть в нём вас. Как мне справляться с ним в подобной ситуации? Сколько лет брака потребовалось, чтобы произошла такая эволюция? Или регрессия? Я уверен, что в своё время он был прекрасным и романтичным человеком. Не знаю, за сколько лет брака он превратился в несносное существо. И насколько велика в этом твоя роль? Но особенно, если кто-то — гадкое существо. Особенно, если это так. Это ваше восприятие. Но особенно, если кто-то — гадкое существо у вас дома, или в офисе, или где-то ещё. Вы видите в них то, что характеризует не их, а вас. Вы хотите поддерживать ваши глаза, ум, сердце и тело в приятном состоянии или неприятном? Если вы посмотрите на него, я говорю, что даже это неприятное существо нужно видеть так же, как и меня. Я не говорю, что вы должны слушать его учения и обучаться у него практикам. Если вы смотрели на меня с определённым чувством благоговения, преданности, любви и привязанности, какими бы ни были ваши эмоции. Если да, пожалуйста, смотрите с этим чувством на всё. Я лишь хочу сказать, что у вас есть тело, ум, эмоции и энергия. Сейчас мы говорим о ваших эмоциях. Если вы достигли определённого уровня сладости эмоций в какой-то момент в вашей жизни, либо благодаря любви или преданности, или состраданию, но вы достигли определённого уровня приятных ощущений, это высокая точка в вашей жизни. Вам не нужно возвращаться оттуда, вы должны искать, как выйти за рамки этого. Какими бы ни были ваши самые высокие, самые сладкие и самые замечательные эмоции, сделайте это базовой точкой отсчёта. Почему вы опять возвращаетесь? Если бы вы не знали таких эмоций, тогда я сказал бы вам, какая самая сладкая эмоция была в вашей жизни. Мой ребёнок, хорошо смотрите на всех, как на вашего ребёнка. Мы говорили вам такое в одно время. Затем я увидел вас сидящими здесь со слезами блаженства и любви на глазах и сказал, смотрите на всех так, как вы сейчас видите меня, потому что это сделает ваши глаза, ваш ум, ваше сердце, ваше тело и само ваше существо приятным и прекрасным. Дело не в нём. В особенности, если он сложный человек, тогда это хорошая тренировка. Даже если вы отправитесь в ад, у вас всё будет хорошо. Да. Потому что никто не давал вам гарантии. Я никогда не говорю, что достану вам билет в рай. Я постоянно угрожаю вам, что это случится прямо здесь. Вы должны понять, что речь идёт о вашей трансформации. Проблема с вами в том, что... В первую очередь, вы нечестны с собой. Работают ваши гормоны. Внезапно вы смотрите на кого-то, ух ты! Не могу поверить, что она такая красивая, она такая очаровательная, он такой красивый, такой замечательный. «Всё, что он делает...» Вы обманываете себя. Нет, нет. Что бы они ни делали, вы делаете себя красивыми. Даже если они делают неприятные вещи, вы всё равно чудесны. Они делают неприятные вещи, а вы всё равно чудесны. Это фантастика. Они делают неприятные вещи, но вы думаете, что они делают прекрасные вещи. Это полная глупость. Продолжение следует...